привет всем сегодня у меня эфир в рамках марафона юбилейный марафон ботаника вчера вышла пятое задание вот такой прекрасный аморилис и сегодня я хочу вам показать какими принципами я пользуюсь создавая такого рода скетчи наброски задание заключается как раз в том чтобы создать вот такой легкий набросок используя акварель и либо линеры гелевые ручки или карандаши здесь у меня карандаш задействован и мне кажется он в данном случае более такой нежный аккуратный опрятный поэтому хорошо сюда вписался сейчас подожду буквально минутку чтобы под собрались люди я прям с вами сегодня порисуем рилис немножко другой похожий но в другом положении скажем так вот такое там у меня будет нет звука дайте пожалуйста обратно связь у всех ли нет звука или только у кого-то одного есть звук да все окей тогда я продолжаю у кого там не было звука перепроверьте у себя может быть к а все но все супер ну что так мне главное не дышать у меня держатель для телефона просто развалился сейчас на кусочки он доживает последние деньки поэтому если вдруг телефон упадет не пугайтесь все нормально все хорошо просто техника немножечко ослабло и так сначала хочу с вами немножко разобрать мой рисунок и показать те моменты на которые я обращаю внимание в такой работе самое такое первое да что на что стоит обратить внимание акцентировать его и возможно вам это пригодится в ваших будущих работах зарисовках набросках на пленэре либо дома может быть это вам будет по душе и вы будете использовать так смотрите самое первое что я делаю это я определяю общую массу цветка а точнее бутона то есть я смотрю на общую вот эту массу на весь этот объем который у меня будет и определяю как будет у меня располагаться этот цветок на листе ну то есть это в принципе да вообще базовое такое понимание которое все применяют практически в своих работах в начале то есть мы определяем общую массу а при я определила что на вот главный мой бутон который я буду рисовать вот у меня бутончик поменьше который я хочу намеком только какими-то пятнами акварельными показать что он там есть чтобы он просто дополнял ну и отдельно подчеркнуть строение аморилиса потому что он если вы уже успели построить референс или видели его в живую у него толстый стебель а вокруг стебля вот так вот очень плотно сидят несколько бутонов добрый день до добрый день вот поэтому в первую очередь закладываю основную какую-то массу ну а потом что мне важно показать я подсчитываю количество лепестков если это возможно да в данном случае вы морились это практически беспроблемно сделать потому что есть более такие махровые цветы у которых много лепестков но в основном это цветы с небольшим количеством лепестков и очень просто их рассчитать посмотреть как они располагаются относительно друг друга чтобы более реалистично показать строение то есть в этом ты закладывается до часть какого-то характера цветка который будет угадываться потом зрителям поэтому определяем количество лепестков определяем их направление относительно всей формы сразу обязательно определяю сердцевину где она будет относительно всей массы и потом стараюсь легкой линии показать форму этих лепестков то есть вот эти линии все тут я уже сделала под конец уже более плотно более насыщенно положила до чтобы контраст какой-то ввести но в начале в основном все эти линии уже были у меня прорисованы вот таким образом то есть их уже заложила показала дальше что я делаю я акварельным пятном просто закладываю цвет не стараясь прорисовать детально глубину объем цветка то есть я просто закладываю некоторые характерные пятна которые определяют нам окрас бутона да то есть конкретно цвет какой определяют нам переливы от одного цвета в другой делать от красного в зеленый переход там где-то может желтоватые оттенки появится то есть вот эти все красивые перетекания и где-то может быть прорисую более сухой кистью уже по сухому какой-то какой-то рисунок до который тоже можно проследить на лепестках и потом уже только после этого в конце карандашом я уточняю все эти детали и вот здесь как раз вступает либо карандаш либо линер это один из вариантов как можно вести работу до другой вариант и когда мы линером сначала все прорисовываем потом акварели уточняю но в данном случае наоборот то есть сначала мы прорисовали акварельные пятна даже просто их не прорисовали а заложили закинули забросили туда несколько акцентов цветных а потом карандашом уже уточняю детальки прорисовывать эти все тычинки делаю глубину уточняю сердцевину уточняю между лепестками вот это многообразие да там слои один лепесток на другой как ложится и и все в этом роде сравнить хочу вот с этим заданием это было мое второе задание в рамках марафона точнее она у меня была вторым именно от меня было первым в общем это второе задание марафона здесь как раз наоборот мы рисовали сначала линером а потом только закладывали акварель и потом карандашом чуть-чуть где-то уточняли какие-то моменты там тень прокладывали более легко и получилась вот такая работа здесь немножко по-другому давайте сейчас в процессе там покажу вам хочу создать весь процесс вот это вместе с вами и мы сможем все это что я сейчас проговорила увидеть вживую вопросы если есть пишите задавайте немножко с опозданием приходят комментарии учитывайте это поэтому пишите лучше сразу если есть что спросить эфир я очень постараюсь сохранить на ютубе прошлый эфир который был в субботу где мы рисовали лотосы он уже на ютубе есть ссылка висит в stories и ссылка есть сохраненных stories актуальные кружочки stories которые называются youtube тут или реной лайф там висит прям ссылка уже на этот эфир так еще раз показывать свой рев он у меня есть последней публикации в предпоследней публикации с заданием в галерее вы можете полистать и его увидеть и вот о чем я говорю сначала я закладываю общую форму общую массу смотрю какая она будет то есть приблизительно тут не нужно особо вырисовывать очень точно помню что это зарисовка что это набросок набросок у нас зарисовка они должны быть легкие они должны нести такую недосказанность некоторую оставляйте всегда для зрителя возможность додумать если мы говорим о скетче наброски вот смотрите вот у меня масса нарисовалась основная следующий момент я определяю сразу сердцевину где она будет я смотрю что вот у меня здесь вот эта вся масса немножко к сожалению вам под углом выглядит весь мой рабочий стол но как я уже сказала у меня разваливается просто держатель и если я сейчас начну тут ковырять у меня просто все упадет к сожалению к сожалению вот жду новый когда придет еще не пришел смотрите у меня получается вот эта общая масса которую я наметила теперь я смотрю где у меня сердцевина можно всю эту общую массу поделить пополам прямо на фотографии на референции да вот мы пополам поделили и смотрим относительно вот этой серединке которую мы с вами определили где это сердцевина находится она смещена чуть вправо в данном случае такой вправый верхний сектор но находится практически близко возле угла да вот этого среднего и можем проделать то же самое здесь вот мы прочертили вот у нас примерно даже не нужно тут вымерять очень точно вот у нас есть сектор я определяю что вот здесь приблизительно будет вот эта сердцевинка из которой выходят наши основные все тычиночки которые мы обязательно прорисуем чтобы они были можно сразу прям показать для меня не несут такой определенная некоторые важный характер поэтому я стараюсь сразу обозначить показать что они там есть вот у нас уже есть сердцевиночка набросок теперь мы смотрим как у нас располагаются здесь лепестки у нас есть три лепестка которые идут практически так как треугольничек расходятся и три других других лепестка которые между этими лепестками располагаются очень просто на самом деле форму у них тоже простая такая характерная капелька которая у многих цветов в принципе в лепестках прослеживается начинаю просто вот сюда показала лепесток опять же не нужно сильно тут даже знать и понимать строение цвета мы его прорисовать достаточно внимательно проследить линии которые вы видите также со резинку подводим проследить линии которые вы видите на референции просто внимательно и посмотреть и все становится понятно вот второй лепесток пошел его будет чуть лучше видно чем это да если этот у нас получается более сплюснутый скажем тогда почему потому что цветок в таком ракурсе находится что у нас этот лепесток он поменьше немного повернут к нам своей боковой часть вот такой муляж лепестка вот лепесток и если вот этот лепесток мы видим практически развернуты полностью то вот этот лепесток у нас сейчас выглядит вот так и соответственно он уменьшается в размере если мы просто посмотрим расстояние а все почему потому что он ну вот таким образом изогнулся и мы его видим не вот так не вот здесь вот таким в таком положении да когда она развернут к нам а немножко он уже отвернут и соответственно кажется нам короче но на самом деле он не короче а просто он загнулся и отвернулся и вот у нас еще один лепесток вот они три лепестка передних скажем так который ближе к нам находится и вот они три лепестка которые между ними соответственно этот лепесток тоже чуть отогнут потому что он в одной плоскости с этим лепестком находится а эти уже больше развернуты и вот у нас еще тут лепесток и вот у нас получается вот такой аморилис вот так он выглядит этого достаточно для для того чтобы показать прорисовать характер цветка чтобы сделать его узнаваемым и чтобы сделать интересный скетч вот его стебелек и вот у нас получается цветок дальше что я делаю дальше я закладываю акварельные пятна акварельные пятна должны у меня намекнуть на объем намекнуть не прорисовать объема только намекнуть и намекнуть на окрас нашего цветка вот еще раз покажу референс как видите здесь красивые такие очень глубокие насыщенные оттенки вишневого малинового сливового да вот такие прям сложные красивые цвета сочетание с более светлыми красными я вот этот момент сейчас постараюсь передать показать то есть смотрю на референс и я закладываю закладываю замечаю сразу главные моменты какие что вот эта часть вместе с сердцевинкой у меня светлая практически нетронутая да там только некоторые вкрапления есть оттенков а вот эта часть она вся более насыщенная темная причем некоторые моменты там где лепестки не соприкасаются друг с другом они более красные холодные светлые а вот эти моменты в соприкосновениях между лепестками они более насыщенные темные вот этот момент важный который я уловила увидела и который мне хочется показать и начинаю начинаю теперь колдовать практически чистые цвета беру особо не выдумываю не мудру с ними можно тут сразу уже показать вот эти точки которые там есть где-то если вы оставите слишком белые вкрапления по краям можно будет потом когда подсохнет рисунок поверх плавно пройтись такой лессировкой затемить немножечко вот такими легкими свободными движениями закладываем цвет основной пусть по сырому тут будут перетекания все это хорошо смотрится таких набросках то есть видите даже нет какой-то очень такой явной конкретики просто появляется акварельное пятно которое намекает на определенный характер цветка я если у вас есть интерес к цветам которые я использую акварельным я могу сказать но в принципе я думаю что нет большой необходимости потому что вы возможно будет рисовать по своим референсам и там вот совершенно другие оттенки поэтому поэтому пожалуй специально озвучивать не буду но если такой вопрос возникнет пишите я отвечу сейчас получается такой просто до масса какая-то красная с переливами с оттенками но потихонечку потихонечку мы будем выводить все это на понятный нам цветок можно даже прям красный добавить такой не через розовый через оранжевые оттенки про цвета интересно так смотрите основной вот такой более светлый розоватый сейчас уже там и носу перетеклось но самые первые мазки которые у меня были это мариновый розовый от меджелла потом темный я добавила это сумеречный розовый от ван гога который гранулирующий дальше вот такие красные которые немножко с оранжевым подтекстом это я добавила я добавила кадмий красный средний от несколько палитры пока что все и вот видите получаются такие интересные оттеночки все конечно да в скетчах что какая здесь сложность что нужно быстро реагировать быстро работать но с другой стороны в этом и есть какая-то своя магия прелесть как получается работа когда ты быстро работаешь нет возможности выдумывать себе сложности то есть ты просто делаешь 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 быстро быстро ну когда-то не получается когда-то получается с опытом все чаще-чаще начинает получаться главное не бросать вот теперь немножечко более светлым цветом я хочу поразмывать то есть я взяла тот же цвет любой принцип можно взять который у вас на палитре уже замешанный лежит и с большим количеством воды просто чуть-чуть оттенить нижние лепестки то есть уже прям чистый цвет лучше не брать а совсем вот я даже покажу вам палитру то есть вот у меня цвета основные и вот здесь я окунаю кистью воду у меня кисточка практически чистая и вот я чуть-чуть вот так отсюда беру и вот он у меня прозрачный цвет я им слегка оттеняю вот здесь в этих местах вот она красиво потекло пусть хорошо получилось пусть там остается потом можно будет с этим интересно поработать когда она подсохнет ну и конечно зеленоватые оттенки которые здесь вот они сердцевинки их тоже нужно уже сейчас внедрять туда пока еще там не слишком сухо чтобы где-то в каких-то моментах успела перетечь одно в другое то есть видите получается акварельными пятнами здесь в данном случае я не стараюсь прорисовать что какую-то конкретику я больше просто задаю определенные цвет в рамках которого потом я буду с помощью карандаша или линера создавать уже что-то более понятное немножко покажу вам более правильном перпендикуляре относительно вас красиво вот эти моменты сейчас про стекались это вот гранулирующая краска она конечно добавляет еще своих эффектов интересных теперь можно немножко наметить ствол ствол стебель тоже его не обязательно прорисовывать очень детально в данном случае достаточно просто намекнуть на него тем более что у нас просто как дополнительный элемент выступает не несет большого функционала красиво получилось тоже мастерство большой опыт но я согласна что это большой опыт на но все начинается с первых шагов поэтому за большим опытом стоят все те же шаги как и у большинства людей даже как у всех я лично не знаю может даже к сожалению человека который бы без особых усилий добился каких-то потрясающих результатов в своей работе рисования было бы интересно с таким человеком познакомиться и теперь можно пока что тоже тут достаточно сыра но при этом уже схватилась краска верхний слой немножко вот показать в данном случае да это не на всех амарилисов такая штука будет уместно но в данном цветке это прям очень классно работает потому что здесь в принципе есть вот эти брызги цвета которые мы можем наблюдать на референцию если где-то они заходят за пределы цветка ничего страшного это тоже абсолютная норма в данном случае мы делаем скетч мы делаем набросок интересный сложный сложный не в плане исполнения сложные в плане его насыщенности чуть-чуть даже по убирать и по сути теперь нужно дождаться высыхания в основных моментах чтобы прорисовать некоторые деталики с помощью карандаша или линера у меня как-то карандаш последнее время все-таки больше кажется уместным в акварели нежели линер хотя линером я на работу много да со своими работами основные мои иллюстрации там преобладает все-таки линер вот в таких скетчах как-то последнее время больше у меня карандаш просится работу можно кое-где подчеркнуть дополнительно тень то есть давайте вот я сейчас еще раз вам расскажу шаги чтобы вы их запомнили и постарались у себя в работе применить определяем общую массу определяем где находится сердцевина проще всего это сделать поделив пополам вертикально и горизонтально наше изображение и примерно для себя понять до чертить где относительно средней этой точки которую вы нашли находится сердцевина там ее обозначить потом определить сколько у нас лепестков как эти лепестки располагаются наметить все это не обязательно вырисовывать тщательно достаточно просто наметить и потом акварелью заложить основные пятна более темные более светлые то есть определить по референсу где какие основные пятна у вас будут задействованы что вы хотите показать какие основные моменты вы хотите передать зрителю в данном случае у меня как я говорила что нижняя часть она чуть более светлая верхняя чуть более темная карандаши какой мягкости обычно у меня под рукой и которым я рисую это сейчас у меня все были жить но вообще 2b плюс 4b иногда 6b использую но 6b крайне редко потому что у меня он мягкий и он сильно сыпется и не очень мне нравится начинает пачкать работу чаще всего 2b то есть не самый мягкий не сказала бы что очень мягкий и вот получается вот такой у нас амарилис немножко нужно его посушить давайте пока поболтаем чуть-чуть поколите там эти мокрые моменты чтобы они просохли по бумаги кстати это точно скажу что за бумага это вот ханимю ли британия целлюлозная бумага вообще этот скетчбук он так сложилось что он у меня для прямых эфиров получился в прямом эфире рисовалась это задание марафона зимнего было это в прямом эфире рисовалась это тоже в прямом эфире рисовалась эфиры практически все висят на ютубе можно посмотреть порисовать это задание весеннего марафона было с этим этот задание это тоже задание и рядом с заданием эфиры которая проводила объясняя какие-то вещи на заяц недорисованный это кстати с курса задание по акварельному скетчингу это эфир это задание марафона у меня такой рабочий скетчбук это тоже задание марафона тоже и это тоже это с прошлого эфира он тоже висит на ю тубе можно его посмотреть так ну что вот я начну сейчас здесь в этой части прорисовывать карандашом а потом пойду наверх каким образом прорисовываем тоже не стараюсь как-то тут детально сделать проработку не стараюсь все очень тщательно точно вырисовать показать все моменты которые я вижу я просто стараюсь сохранить вот этот характер цветка и некоторые детали подчеркнуть более активно то есть данном случае например у меня вот здесь я вижу что темное пятно вот она то есть по сути мне нужно на передний план сейчас вынести вот это наши тычинки сердцевинкой и подчеркнуть некоторые лепестки между собой их разделить чуть поактивней вот эта задача которую я чаще всего преследую такого рода скетчах набросках немножечко подчеркиваю карандашом и заодно более четкими делаем границы когда бумага уже внешне подсохла но при этом внутри она еще остается достаточно влажный карандаш начинает очень хорошо работать и даже вот б карандаш будет гораздо мягче рисовать чем обычно но для этого нужно уловить этот момент когда бумага снаружи уже вот верхний самый слой уже сухой я взяла 2b помягче чуть-чуть у меня под рукой лежит еще 4b но я думаю что возможно даже и не буду пользоваться потому что мне кажется достаточно будет 2b по сути те же самые действия можно делать и линером либо гелевой ручкой то что я сейчас делаю с одной маленькой поправкой помните о том что гелевая ручка или линер это черный цвет насыщенный черный и он самый темный самый насыщенный поэтому очень аккуратным работайте лучше его использовать где-то там где вам необходим прям контраст чтобы не перетемнить не загрязнить работу то есть самые основные моменты которые вы хотите подчеркнуть в данном случае я бы использовала линер здесь немножко где-то прорисовать вот эти тычинки чуть-чуть вот в этой части может быть где-то вот в этой части то есть вот этот основной самый такой средний момент я бы прорисовала линера а дальше только чуть-чуть где-то может быть только вот так вот контур линии немножечко подчеркнуть и все это максимум а здесь прям поштриховать можно поработать почему потому что если вы начнете где-то здесь например активно пользоваться гелевой ручкой у вас может потеряться вот этот объем и разноплановой что у вас там тычинки на более переднем плане задние лепестки на заднем плане да то есть может все стать очень плоским плоским и перегруженным поэтому карандаш еще в данном случае не чем больше нравится потому что его можно всегда стереть и если вы не уверены в своих действиях то лучше наверное карандашом порисовать попробовать тем более если у вас нет опыта если вы до этого не рисовали подобного рода да то есть там девочки которые у меня на курсе уже были по скетчингу акварельному или по графике они проще да с этим с этой задачей справиться спокойно это могут сделать потому что уже есть опыт и знания и уже пройденный этап вот таким образом даже сильно тоже намекает тут не нужно на эти тычинки чуть-чуть их подчеркнуть показать что они там есть будет уже достаточно и вот начинаете немножко разграничивать наши лепестки несмотря на то что у меня здесь образовалась такая четкая тень которая якобы выносит на передний план вот этот светлый лепесток и оставляют эти лепестки на заднем я немножко хочу попробовать поправить форму и все-таки показать что вот этот лепесток что тут у него его границы да не там а здесь они и заодно можно чуть-чуть добавить объема в этой части немножко добавить тени с помощью карандаша здесь я тоже добавляю тень для чего для того чтобы на передний план вынести нам вот этот лепесток и вот этот лепесток то есть я уже показываю вот это строение ска посреди сразу какой объем появляется вот здесь в этой части то есть вот каким образом я карандашом пользуюсь он добавляет нам не просто детализация он прям зрителя проводит туда в глубину таким образом показывая эти границ тут еще сыровато карандаш плохо идет можно немножко подчеркнуть также карандашом тень где-то вот еще чем не нравится карандаш тем что сильнее надавишь он более темный дает пятно слабее надавишь более светлое пятно можно так варьировать играть играться видите появляется как сразу попробуйте в рамках этого марафона марафон нацелен на развитие да то есть он не нацелен ну у каждого конечно свои ценности и свои задачи преследуется при участии в марафоне но наша задача как организаторов этого марафона моя лиды едины это дать возможности какого-то изучения вашего творчества какие-то новые инструменты новые знакомства с новыми способами создания рисунков и даже если вам не очень нравится использование карандаша что абсолютно нормально да не всем может нравиться и применение карандаша в работе попробуйте в рамках этого марафона когда еще вы попробуете как не в рамках марафона попробуйте сделать работу с использованием вот таких графических материалов выйдите за рамки привычного посмотрите что из этого у вас получится тут я уже на заднем плане особо не вырисовываю эти контуры чуть-чуть только намекаю на них вот у нас получается вот такая работа немножко еще хочется где-то 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 чуть-чуть сюда на моем цвета вот собственно и все и вот еще второй маленький секретик почему я к цветку добавила еще вот этот момент такой более легкий более прозрачные более недосказанно не дописанный набросок второго бутона потому что вот такая работа она более получается прорисована давние больше условной информации больше каких-то деталей каких-то штрихов линий как и здесь да здесь такой насыщенный рисунок и вот рядом сочетание с более легким слегка намеком указанным другим цветком создает какую-то гармонию то есть уравновешивается изображение это сейчас прям хочу это сделать здесь тоже как раз таки на нашем референции есть с этой стороны цветок и вот с этой стороны там немножечко показан цветок и вот как раз эти моменты можно очень классно сюда дополнить чтобы они уравновесили вот такую насыщенную работу по своим деталям показать просто что там что то есть и вот здесь тоже раз не до конца открытый бутончик тоже есть и вот моя задача здесь теперь сделать максимально это легко и достаточно светло то есть обратите внимание если вы будете пользоваться таким моментом то за задний план грубо говоря да цветок на заднем плане он не должен спорить он должен наперед выходить то есть сделать его лучше очень так легко намеком что он там тоже есть достаточно будет несколько буквально пятнышек акварельных и это все заработает чуть-чуть там надо было поактивнее карандашом и смотрите еще какой момент почему я карандаш сейчас усиливаю чуть-чуть потому что у меня здесь детализация большая здесь я гораздо меньше делаю детализацию прорисовку проработку и тон но при этом чтобы плавно расходилась вот такого центрального насыщенного цветка в края я здесь делаю более то есть оставляю насыщенный карандаш который будет просвечивать сквозь сверху я бы добавлять не буду но мне нужно чтобы он просвечивал чтобы это было такое гармоничное дополнение и продолжение вот этой всей работы вот 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 и собственно все этого будет прям по максимуму достаточно больше не нужно то есть вот у нас получается вот такая работа пробуйте я уверена что у вас получится не нужно стремиться за моим результатом просто услышьте те действия те шаги которые я вам обозначила сказала и попробуйте без памяти в голове вот этого рисунка моего с нуля создать свой какой-то возьмите другой референс чтобы не притягиваться вот к этому рисунку к этому результату если вы боитесь что вы не справитесь вот и к чему это говорю возьмите любой другой референс найдите сами его какой вам понравится какого в душу западет цветок аморилиса да если мы говорим о задании марафона и по тем шагам которые я вам обозначила попробуйте создать свой цветок я уверена что у вас получится интересно свободно и легко главное вовремя остановиться не замыливать когда вы чувствуете что вот наверное уже все хватит но еще чуть-чуть добавлю вот тогда точно останавливайтесь вот это вот еще чуть-чуть обычно несет за собой грязь поэтому внимательно следите за этим и старайтесь чтобы оставалось легкость и свободу в работе на этом все все что я хотела вам передать я передала я благодарю вас за участие в эфире я эфир сейчас сохраню выложу наверное сегодня вечером на youtube и вы сможете его посмотреть уже не только здесь в инстаграме все прощаюсь с вами обнимаю хороших вам рабочих будней продолжения и хорошего творчества пока пока